В Преамурье продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. По сообщению Минздрава Амурской области, прививки от коронавируса получили более 380 тысяч человек, что составляет 79% от плана. Прошли ревакцинацию более 170 тысяч человек, меньше половины от числа прошедших первичную иммунопрофилактику. На данный момент открыто 38 стационарных прививочных пунктов. Также на предприятиях работают выездные бригады. Специалисты рекомендуют получать препараты сразу против двух инфекций. От гриппа в регионе привились больше 300 тысяч человек, свыше 75 тысяч из них – дети. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Запись ведется через портал госуслуг или непосредственно в регистраторе. С собой необходимо иметь паспорт, снилс и медицинский полис. В рамках туристического форума Амур Тревел в регионе разработают национальный маршрут. Общественные организации, представители органов власти и туроператоры вместе сформируют перечень основных точек притяжения в Амурской области. Участники создадут новые туристические маршруты, один из которых, возможно, получит статус национального. Его разработка поможет при Амуре выйти на новый уровень и, возможно, получить финансовую поддержку для создания инфраструктуры. Это отметила руководитель туристско-информационного центра Амурской области Ольга Решетникова. Учитывать будут условия проживания, наличие инфраструктуры на маршруте, обеспечение питанием в поездке, познавательную и развлекательную программы. Кроме этого, маршрут должен быть актуальным и узнаваемым. Готовность 70%. В ЗИИ рабочие выполнили основной этап капитального ремонта школы номер 4. Обновление в рамках рабочей поездки проинспектировала комиссия регионального Минобразования. Такие масштабные работы в здании проводятся впервые почти за полвека работы. За два года по плану учреждения заменят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку и установят новые современные оборудования. На это из бюджетов всех уровней предусмотрено более 130 миллионов рублей. Это первый объект, который капитально ремонтируется по новой федеральной программе, разработанный Минпросвещением России по поручению Владимира Путина. В нее вошли еще четыре амурские школы. В Новгородке Свободенского района, Усть-Ивановке Благовещенского района, Селе Ядрино Архаринского района и в Прогрессе. Их обновление начнется в следующем году. А в Свободном глава города проверят, как организовано горячее питание в школах для детей мобилизованных. Сейчас таких ребят чуть больше 120 человек. Из них 50 – это младшеклассники, 15 – из семей со сложной жизненной ситуацией, 25 – из многодетных семей. До ведения меры поддержки по обеспечению обедами детей мобилизованных в школах бесплатно кормили учеников начальных классов, детей из семей со сложной ситуацией, многодетных и другие категории. Дети мобилизованных посещают не только школы, поэтому в детских садах действует стопроцентное освобождение от родительской платы за посещение ребенком учреждения. С 1 ноября меры поддержки охвачены 43 ребенка, сообщает городская администрация. Более 270 амурских семей получили региональный маткапитал при рождении третьего ребенка. Почти 200 из них воспользовались средствами. Одни реализовали всю сумму сразу, другие тратят постепенно. Например, на оплату детского сада. Всего семьи реализовали более 18 миллионов рублей. Размер выплаты составил 100 тысяч рублей. В правительстве области отмечают, средства семьи могут потратить на приобретение квартиры, на строительство или реконструкцию дома. Кроме этого, региональный маткапитал можно внести в качестве первоначального взноса, погашения основного долга или уплату процентов по ипотеке. А если ребенок родился с 1 января 2022 года, выплату можно направить также на лечение и на получение им платного образования. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АУ-ТВ.